Проекты в области агропромышленного комплекса экологии, здравоохранения и туризма обсудили на заседании совета под председательством премьер-министра Чувашского правительства Ивана Маторина. Часть программ уже работает, часть предстоит запустить в ближайшее время. В первую очередь участники советов по стратегическому развитию и приоритетным проектам и улучшению инвестиционного климата обсудили и утвердили паспорт проекта развития агропромышленного комплекса. В рамках реализации приоритетного проекта будут реализованы мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий, там где активно реализуются инвест-проекты в сфере АПК, это строительство папов, сельских домов, культуры, автомобильных дорог, улучшение жилищных условий граждан и так далее. В 2018 году, только в 2018 году в рамках ОРСТ будет построено 83 объекта, на которые выделено порядка 1 миллиарда рублей, а также проекты инициативного бюджетирования. Только в 2018 году уже отобрано 210 проектов. В Минсельхозе Чуваши отмечают, что за время действия приоритетного проекта будет реализовано 204 инвест-проекта. Это позволит создать 630 рабочих мест. Соответственно, ожидается, что объемы сельскохозяйственного производства в республике вырастут. Проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Чувашия сердца Волги» уже направлен в Ростуризм для включения его в новую федеральную целевую программу развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы. Согласно проекту, Чебоксары должны стать центрами речного круизного и оздоровительного туризма. В столице обновят речной порт, территорию Чебоксарского залива, Московскую набережную, яхт-клуб. Кроме этого, появятся новые объекты – вейк-парк, кайтинг, планируется запуск речного такси. Поэтому мы делаем упор, в целом, на нашу реку Волга. Город Чебоксары позиционируется как центр речного туризма, привлекает, может принимать до 1200 туристов, аэропорт, имеющий статус международного, ну и в перспективе строительство жизнедорожного магистрали. Ваши центры здравительного туризма ориентировочный объем инвестиций за счет бюджетных источников, которые мы указали в заявке, составляет более 330 миллионов рублей, а за счет инвесторов более 2 миллиардов. Объем вложений, конечно, впечатляет, необходимо тут более детально вникнуть в предложение инвесторов, потому что потом мы заявку должны будем подтверждать и исполнять ее. В новой редакции был одобрен и паспорт приоритетного проекта рекультивации объектов накопленного ущерба, создания объектов переработки и размещения твердых коммунальных отходов Чувашии. В 2018 году общий объем финансирования составит 537 миллионов рублей. Планируется рекультивация Пехтулинской и Ильбешевской свалок. Через год запланировано провести рекультивацию свалки в селе Аликово и в селе Яльчики. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика.